Ну, в целом, надо сказать, что ситуация в России остается относительно стабильной, несмотря на то, что оппозиция, скажем так, относительно тоже удачно выступила на выборах 8 сентября. Ну, по крайней мере, ее представитель Масля брал значительное число за область, хотя все равно, конечно, проиграл достаточно крупно. Ну, им примерно два областных центра, ну, два региональных центра должны взять полный контроль, выиграв выборы мэра. Ну, в целом, как показывают и результаты партии власти, и опросы общественного мнения, в целом пока, ну, власть контролирует ситуацию, хотя иногда нужно маневировать и пытаться как-то договориться с изменяемой и конструктивной частью оппозиции о, скажем, развлечении сферы влияния и сотрудничества. Ну, главное, конечно, скажем, заслуга Владимира Путина и его команда в том, что пока сохраняется внутри лица единство рядов, пока не появилось оппозиционеров внутри истеблишмента, таких, скажем, популярных и распущенных. И пока у оппозиции, а пока проба в кадровом отношении, а это дает, в общем-то, власти хорошие шансы на пролонгацию своих полномочий и на то, чтобы держать ситуацию политическую и механическую под своим контролем. Так, соответственно, мнение выявляют запросы российского общества не столько на либерализацию, сколько, наоборот, на жесткую внутреннюю и внешнюю политику, на, скажем, такой авторитарный курс. Как раз здесь больше претензий предъявляется к Владимиру Путину, что он не слишком сейчас жестко контролирует ситуацию и ставит перед обществом стратегических задач, таким масштабного плана, не обозначает некого светлого будущего. То есть запрос на либерализацию, по крайней мере, не слишком значительный. Примерно процентов 20, наверное, сейчас россиян можно считать сторонниками такого либерально-демократического пути. И еще вопрос, связанный с возвращением Суркова в большую политику в Кремль. Ну, во-первых, Владислав Сурков продемонстрировал свою лояльность власти, когда оказавшись в его делу, не только не привыкнул к оппозиционерам, но более того, выцепил со специальными заявлениями, что он не собирается уходить в оппозицию, а вообще сохраняет персональную, скажем, преданность Владимиру Путину. Такие его, собственно, жесты тоже оценили в Кремле. А во-вторых, в настоящей ситуации в России очень мало, в правящем истеблишнике очень мало персон, способных идти эффективную, скажем, такую политтехнологическую, медиа- и пиаровскую игру. И в этом плане, конечно, опыт Суркова весьма ценен. Ну, и в-третьих, его будут сейчас задействовать несколько только на внешне политического. Я делаю такие возникли проблемы, в частности, с бывшими союзными республиками, с Украиной и Молдовой, которых сейчас Евросоюз стремится взять под свой контроль, да, путем подписания договора об ассоциации. Да, и здесь, конечно, такое развитие событий крайне приятности Москвы, которые, в общем-то, рассматривают то и другое государство, как на интересах. И я думаю, что тут политтехнологические таланты весьма пригодятся для ведения достаточно активной игры, как против, не по советскому направлению, так и против, в общем-то, изменивших в Москве Киева и Кишинева. Продолжение следует...